Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Причем самое интересное, что на второй день у меня дети умудряются запомнить все доказательства. Когда они на первый день сделают полностью всю базу, они понимают, что к чему, когда придет, после этого они делают доказательства. Ни один ребенок в школе не умеет учить доказательства. Я сам учу по 50-100 доказательств в час, то есть быстрее, чем одно доказательство в минуту, нормальных теорем высшего образования. Математических, школьных еще быстрее. И детей учу, но такой скорости у них не получается, потому что у меня два математического образования, мне так надо. У них получается 30, 50, 70 доказательств в час. Суть какая? Мы смотрим доказательства, смотрим посылку, смотрим, как бы он сделал, секунду-две, если он не понимает, он смотрит как. Выделяет непонятные переходы. И он запоминает не все доказательства, а только переходы. Что делать? То есть как решать? Он не запоминает полностью решение, он запоминает способ решения. Сделав 3, 5, 7 теорем, он воспроизводит это в голове, доводит до высокого потенциала и дальше закрепляет. Все. Поэтому, выучив всю базу, то есть все классификации, все абсолютно основные факты, он переходит к чтению. То есть выучивает до автоматизма, после этого переходит к чтению, и чтение выглядит вот так. Это практически скорочтение, при котором он выделяет информацию, уже знакомую структуру, выделяет то, что ему было непонятно, нужны дополнительно примеры и так далее. То есть обогащение это называется. Он в свой сит добавляет каких-то фактов. И вот это называется разобрать учебник. На боевом крещении после каждого из курсов у нас происходит неделя боевого крещения. И для тех родителей, которые говорят, ой, мой ребенок отстанет в школе, две с половиной тысячи детей. Здоровые, больные, быстрые, медленные. Ни одного, ни одной жалобы ни в интернете, ни у нас о том, что ребенок отстал от школы. По двум причинам. Да, он может пропустить неделю-две, но суть в том, что у нас он делает больше, чем он делает за полгода в школе, и он с этого разгона приходит в школу, и когда он пропустил одну теорему и два правила по русскому языку, это смешно, когда он в последний день курса сделал 150 карточек с определением, классификациями, закрепил и запомнил. То есть ему вопрос, они говорят, а где это применять? И поэтому мы берем дополнительные предметы и так далее. Ну в конце, разумеется, мы учим его сверяться, то есть по билетам, по вопросам, в интернете скачиваются вопросы, он это все отвечает, и после этого задает устный обязательный экзамен по предмету. Не письменный, не тест, не ЕГЭ, устный. Только устный экзамен позволяет понять, структурированную информацию в голове или нет, и понять, понимает он это или нет. Никаких письменных выборов тестов. К сожалению, ЕГЭ как раз и сделало то, что человек 10 лет назад формулирует свои мысли лучше, чем сейчас. Сейчас фактическое воспроизведение информации, то есть нижний уровень учебных навыков прокачан намного выше у людей, чем уровень анализа, синтеза, собственно, к сожалению. Раньше, когда нам нужно было устный экзамен делать, нам приходилось структурировать мысль в голове.